Будем платить только за те услуги, которые получаем. Осуществить мечту тысяч потребителей на мэрен-мэр Александр Син. Собирается внедрить систему единого окна в сфере городского ЖКХ. Об этом и о том, что уже удалось сделать. В этом году руководитель Запорожья говорил на своей итоговой пресс-конференции. Невзирая на некие прогнозы в начале моей деятельности, о каких-то конфликтах, катаклизмах, все прошло спокойно. Мы спокойно работали. Город обеспечивался светом, газом, теплом, горячей водой. Дороги ремонтировались. И все было, на мой взгляд, нормально. В числе главных позитивных достижений городской власти за уходящий год мэр назвал передачу строительства мостов государству и стабильную работу предприятий бюджетной сферы. Денег хватило на всех. В явный минус себе готов записать немногое, но тоже существенное. Вопросы борьбы с коррупцией и профилактикой преступности однозначно не могу себе отнести в зачет. Потому что количество людей, которые оценивают, что ситуация ухудшилась, больше, чем количество людей, которые оценивают, что ситуация улучшилась. Ну и третью проблему, которую я поставлю себе точно в серьезный минус, это то, что не удалось найти решение по очередям в детские сады. Цель на год грядущей – реформа в системе ЖКХ. Чтобы для горожан череда управлений, прежа и ЖЭКов превратилась в одну структуру, так называемое «единое окно», куда потребители смогут обращаться и оперативно получать решение своих проблем. И чтобы, наконец-то, не на словах, а на деле заработал принцип «Сколько услуг получил, столько и заплатил». То есть, если человек не получал эту услугу, то этот конкретный человек, вернее, это конкретное предприятие платеж не получит. Это очень важное изменение. Вся вот эта волна, которая поднимается сегодня против этого, она на самом деле поднимается против этой позиции. Потому что возникает орган, который будет конкретно контролировать, а делались ли эти работы вообще. Александр Син уверен, что ничего сверхъестественного не предлагает. По его словам, такая схема успешно освоена в других областных центрах и может быть реализована и у нас.